Мы говорим о том, что поэзия, она побуждает нас быть в напряжении. Это, знаете, мы, когда смотрим ток-шоу и наблюдаем со стороны, как бы, разговор, он не такой интересный. Это подобно тому, как вот мимо нас проходит парад. Мимо нас проходит парад. Ну да, вот я недавно наблюдал, как в одном из небольших городков Одесской области был день города. И вечером устроили там очень хорошее представление. И как в добрые былые времена, разные организации показывали свои особенности, проходя перед трибунами так называемой партийной верхушки, точнее мэрии. Это было со стороны. Смотрел. В конце концов, мне это надоело, и я выключил телевизор. Почему? Я там не участвовал. А вот если бы я там участвовал, то, правда, я захотел бы себя увидеть. Я там был, то есть я в этом движении. Поэтому поэзия побуждает меня быть там. Вот почему эта поэзия закрывает мне глаза на небо. Вот почему я забываю о первой части, когда я читаю эту поэзию. Если я не просто буду стоять с той стороны и смотреть, как другие разговаривают, то это неинтересно. Да, если это моя тема, которая меня волнует, мне интересно, как люди говорят. Но если это неинтересная тема, если политики какую-то тему обсуждают по телевизору, например, или по радиослышу, и эта тема меня не волнует. Например, тема пенсии. Для кого-то она злободневная. Например, моим родителям. А для меня она не так важна. Мне еще далеко до пенсии. Подобным образом, когда я вхожу, погружаюсь в книгу Ио, в этот разговор, и поэзия, она помогает мне. Когда я не просто наслаждаюсь внешним слогом, а когда я вижу там веяние духа, когда я знаю, что там в этих человеческих словах так же звучит и голос Бога, пусть на своем уровне, я совсем по-другому отношусь. Я, как исследователь могу рассказать, вот вник туда, да, вот как археолог, прокапывая все, вот этот песок, эту внешнюю часть, я вижу вот эти драгоценности. И я там. И я не могу уже больше жить вне этого разговора. Оно постоянно у меня проигрывается. Поэтому как раз поэзия помогает мне сосредоточиться. Потому что проза, она делает скучной историей. Да, если там диалоги, то проза с помощью диалогов как-то, она украшается. И, как правило, эти диалоги являются центральными в любом повествовании. И в том числе и в Библии. Там, где идет речь о разговорах, и это повествовательное какое-то историческое событие, мы знаем, что в разговоре что-то заключается. Но, когда это происходит один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, тогда это скучно. В чем красота книги Откровения? Что с одной стороны там проза, а с другой стороны там поэзия. Там больше 20 песен. Поэтому выбирайте себе или ужасы, прозы, или радость поэзии, песни прославления. Выбирайте. Мы одну выбрали песню. Праведные истинные пути Господни. Свят, свят Господь. Мы выбрали эту песню. Потому что она нам понравилась. Но там есть и другие песни. Поэтому поэзия, поэзия настраивает нас на новый лад. И даже не поэтичный человек, который не любит поэзию, он начинает ее любить. Если он только начинает читываться в содержание этих речей. Этих бурных реакций, этих эмоций. Вот того всего того, что, кажется, внешне, но за ним есть очень важный вопрос. А какой вопрос? Кто виноват? Кто это сделал? Где искать нам виновника? Кто будет крайний? Адам сказал, что жена крайняя. Нет. Она сказала, что не крайняя, а змей крайний. А вот змей уже не было что говорить. Промолчал. Пожалуйста. И так открывает духовный мир. Да, уникальность Иоанна. Открывает духовный мир. И вот мы сейчас посмотрим на моменты духовного мира более глубже. И так есть предпосылки для того, чтобы понимать нам духовный мир в этой книге. Это духовная книга, в которой открывается духовный мир. То есть, когда мы говорим духовная книга, это не значит, что мы подразумеваем духовный мир. Но мы здесь говорим с вами о духовном мире, как о том, с чем мы должны постоянно сталкиваться. Есть предпосылки, есть закон первого упоминания, есть духовный фон и центральная тема. Пожалуйста. Давайте мы пойдем дальше. Итак, предпосылки. Да, нам известны предпосылки. Иоанн – это благочестивый, непорочный человек в своем сердце. Это предпосылка, которая дает нам правильное направление. Помните, мы вчера об этом говорили? И это нам дало точку отсчета того, что Иоанн – он имеет связь с Богом. Но его уровень – это уровень общения с Господом, а не с Отцом. Он непорочный в сердце, но у него есть пороки в действиях. Почему? Потому что он еще не пропитался этой Отцовой любовью. В какой-то степени он еще самодостаточный, хотя и непорочный человек. Непорочный в сердце человек. Пожалуйста. Посмотрите внимательно. Вот его непорочность. Видите, она побуждает его к действию. Вот его действие праведности – это результат его непорочности сердца. Поэтому, когда мы говорим о том, что Иоан был непорочный, и об этом записано уже, опять же, в книге Иоанна, говорится автором, который пишет эту книгу, а также это вложено уста самого Господа Бога, то мы видим, что эта непорочность не просто внешняя, а это что? Изнутри ведущая в действие. Пожалуйста. Его необъяснимые бедствия являются результатом того, что его жизнь угодна Богу. Это предпосылка. Мы о ней ознакомимся в первой части духовной книги. Это предпосылка, которая нам понимает, которая говорит, что у него жизнь угодная Богу. То есть давайте мы с вами вспомним, что такое жизнь. Жизнь, она состоит из действий. Действия состоят из слов, а не только определенных перемещений. Дальше. В словах находятся мысли. В мыслях находятся отношения, точнее побуждения. Потом идут отношения. Отношения к Богу, отношения к другим людям, отношения к дьяволу, отношения к самому себе, отношения к окружающему миру, к животным и всему прочему. Это отношения. Они там заложены. И дальше, ниже отношения, начинается, что называется, престол. Вот та тайна сокровенная. Прямо словами. Вот этот заяц, в этом заяце утка, в этом утке находится яйцо, в яйце находится игла, и на конце иглы находится жизнь или смерть. Все очень просто. Все очень просто. Жизнь угодная Богу, потому что сердце угодное Богу. А значит, у него на его уровне отношения угодные, мотивы угодные Богу. Пусть он подходит к Богу, как к даятелю, но все равно он ищет Бога, а не себя. У него слова хорошие, хотя иногда мы видим, эмоциональная окраска не та. Но мы иногда окраску снимаем. Мы не обращаем внимания. Побурлит, успокоится, и нормально все. Действие согласно слов. И потом жизнь. Жизнь. Житие. Жизнь угодная Богу. Поэтому сказано, что когда неверующая жена, верующая жена хочет приобрести неверующего мужа, она должна показать чистая и богобоязненная жития. И чтобы увидел муж чистая и богобоязненная жития, ни слова услышал, ни дела воспринял, а увидел. Жизнь видна. Ее видишь. Действия не все увидишь. Слова не все услышат. А жизнь. Это кто есть человек, его жизнь видна. Но, исходя из этого, мы можем постепенно понимать, с чем связана жизнь. Пожалуйста. Итак, непорочность приводит к жизни угодной Богу. Видите, она у него растет. Это жизнь. Подобно, как растение, растет. И он уничтожен до уровня духовного отрока, как мы сказали. Жизнь, угодная Богу. Потому что непорочность. Непорочность сердца. Если бы жизнь была неугодная Богу, значит, было бы порочное сердце. Значит, там что-то на престоле сердца находилось. или я. Или семья. Или хобби какое-то. Или лень. Или страх. Или одиночество. Или что-то еще другое. То, что нас разделяет с Богом. Ведь в книге Изакиля, в 14 главе, говорится о том, что пророк, к пророку пришли люди и сказали, мы хотим узнать волю Бога, что это Бог молчит. А пророк и говорит, а он вам ничего не скажет. А почему? А потому что посмотрите на себя. В ваших сердцах идолы. Вы имеете в сердцах идолов, и поэтому они перед вашими глазами. Ваши дела говорят о том, что в вашем сердце идолы. И пока мест вы не изменитесь, Бог с вами не будет говорить. Потому что с вами, говорят, ваши идолы. Вы создаете себе свой мир. Непорочность создает жизнь, угодную Богу. А значит, в этом мире есть место для Бога живого. А как мы сказали, этот Бог какой? Отец небесный. В этом мире есть место для Отца небесного. О! Как бы хотелось бы, чтобы многие братья и сестры, которые имеют страничку в интернете, имели место для Бога Отца небесного в своем интернете, в своей страничке, на своем мире. Чтобы любой, случайно попавший туда сказал, о, а тут оказывается еще больше мир, нежели я думал. Пожалуйста. дальше еще одна предпосылка. Эта книга, она является примером духовной войны. Да, страдания здесь это духовная война, которая поднимает вопросы Божьих суверенных целей, то есть, тех, которые мы не постигаем, нам неизвестно, на фоне давления сатаны и человеческих мнений. То есть, как выдержит вот это напряжение, давку Ио? Пожалуйста, следующая картинка. Посмотрите внимательно. Смотрите внимательно. Вот это непорочность. Непорочность сердца Ио. Он хочет иметь жизнь угодную Богу и достигает этого. Но однажды идет проверка его крепости сердечных отношений с отцом. Обратите внимание. На него начинают давить с одной стороны человеческие мнения, а с другой стороны давление сатаны. Вернее, все начинается сначала с давления сатаны. Потом подключается к сожалению жена, она уходит потом со сцены, но вместо нее и дьявола, точнее сатаны приходит человеческие мнения и они давят. Но незримо здесь приходит стоит сатана. Он незримо стоит. Он жестоко, помните, говорится, обращается с Иоовом. Он до конца хочет выжить победу, выдавить. Выдавить то, что можно выдавить. Но что там выдавишь? Если вы возьмете губку и макнете ее в мыльную воду, то, когда вы будете выдавить, что с нее потечет? Мыльная вода. Но если вы макнете, например, пепси-колу, эту губку, что в ней будет? Пепси-кола. Поэтому чем больше они давят, что происходит? Еще больше происходит хвала. Еще больше выдавливается из иова это непорочность. Пусть она в форме не очень хорошая эмоционально. Поэтому духовная война заключается в том, что нас выдавливают с двух сторон. С одной стороны люди. Мы говорим, что непослушные богу люди это самое страшное существо во вселенной. Но с другой стороны есть еще духовное существо, которое мы должны забывать. и они начинают что? Давить с двух сторон. Всегда нас давят двое. Они одни, запомните. Нас двое давят. Давят двое. И при этом отец смотрит, чтобы нас не передавили, не сломали, не разрушили. А только выдавили то, что нужно, чтобы выдавить. Мы с вами должны видеть себя как эту губку в этих ситуациях. Ну например, в той ситуации сегодняшнего аварии, которая была. По сути дела, здесь давка была с одной стороны, что создали такую проблему люди. Для нас мы едем на занятия, мы должны доехать назначенное время. Мы люди пунктуальны и приходим вовремя. И даже заранее. А тут не получается. И понятно, что здесь я замечаю другой стороны сатану. Я понимаю, что он незримо стоит и давит. Как он давит? Посылает мысли. Если эти создали ситуацию, вернее, Богом допущена ситуация, и эти люди ее создали, то аварию, потому что у них неправильное было состояние сердца, авария из-за этого была, как правило. И получается, они создают с одной стороны, а этот посылает мысли и давят. И что должно произойти? Ропот. Если там сердце ропот. А если там нормально все, спокойно, значит, там вместо ропота нет. Не выдавили ропота. Когда он наступит на ногу, что вы скажете? Я не думаю, что вы подобно в этом мире будете трехэтажным употреблять слово. Кто-то скажет, ой, мама. Понятно. Значит, там мама в сердце. О чем вы говорите, то знаете, особенно в экстремальной ситуации, то в сердце. Пожалуйста, следующая картинка, которую мы с вами рассмотрели. Идем дальше. Цель детства Иова прославить Бога. Вот очень простое объяснение. Изменив его и приведя к высшему духовному наследству. Да, он должен стать сыном Бога, но уже не на подростковом возрасте а старше, а выросший до духовного отца. Готовым написать потом такую книгу, где он рассказывает о своих пороках. Вы представляете? Это же подобным образом, как Петр проповедовал об Иисусе Христе и рассказывал свои недостатки. А потом уже Марк, его ученик, записал это в Евангелие от Марка. Поэтому Евангелие от Марка это записанная проповедь или устная Евангелие апостола Петра. Все конкретно расписано, какие вещи делал. Он не боялся рассказать о самом себе. Он знал, что это послужит другим благу. Это прославит Бога. Теперь события, которые он рассказывает, они являются врагом. Он их не боится, потому что он исцелен от них. У него нету проблемы с страхом, что другие кто-то подумает не так. его тоже пишет об этих вещах, зная, что я буду упрекали о грешник, он опозорил Бога, он отказался от Бога, а он отказался от своей жизни, он проклял свой день рождения, а он та группа говорит, он в депрессиях пребывает, он не духовный человек, он нету положительного мышления, ой, сколько на него грязи вылили. Я узнал, что это будет, но он подчинился воле Отца Небесного и Духом Святым записал, чтобы другие это читали, чтобы прославилось имя Его, потому что он стал на уровне духовного Отца, познавая безначального. Пожалуйста, посмотрите внимательно, это не только рост, но прославить Бога. В каждой ситуации, как я сказал, мы должны задаваться вопросом, как я могу прославить Бога. А точнее три вопроса, которые вас должны интересовать. Первый вопрос, как прославить Бога. Второй вопрос, как это физически можно сделать, и чтобы это было полезно другим людям. Как же Ио мог прославить Бога, записавший эту книгу? Как он мог прославить Бога? Да, он сначала поменял свое мышление, не говоря о своем сердце, но с другой стороны, он понял, что прославление Бога, это не просто в уме, не словами, а его надо записать. Как это физически сделать? Нужно записать. Я не знаю, на чем это было записано. Или это было написано на кожаных свитках, или на папирусе, или это было глиняные таблички, я не знаю. Но я знаю, что он это запечатлел. Запечатлел. И это принесло пользу и приносит пользу нам, людям. потому что мы видим самих себе. Мы задаем те самые вопросы, которые он задавал вопросы. И он нас направляет к Богу, чтобы мы искали ответы у Бога. Такая была передача, я помню, в свое время. Миссия Эммануил очень часто ее показывала. Не спрашивай у меня, а спроси у Бога. Нам нужно чаще спрашивать у Бога. И многие вещи, которые мы знаем, он просто Бог подтвердит нам. Но тогда мы просто поймем, что не нужно просто отходить от тех интуитивных пониманий и знаний, которые мы имеем. Пожалуйста. Еще одна предпосылка. Страдание Иова во многих отношениях является параллелью Креста Иисуса. Мы вчера немножечко об этом говорили, что страдание Иова нельзя ни с кем сравнить из людей, кроме одного. это страдание нашего Господа Иисуса Христа. И в какой-то степени книги Иова является параллель Псалма 21. Помните, мы говорили, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Ведь в такой-то степени Иова тоже взывает в разговоре с друзьями и как подчеркивает, я оставленный, небо поднялось высоко над землей, а я не могу допрыгнуть до неба, и нет того, кто бы был третейским судьем, который бы нас разрешил этот вопрос. Я же вроде праведный, и Бог праведный, так почему такое неправедное отношение ко мне? И так это является параллелью Креста Иисуса. Давайте посмотрим на следующую картинку. Питер. Человеческие мнения во время Голгофа были сильные, да? Там и разбойники ругали Иисуса Христа, там смеялись священники, и случайно люди, которые проходили той дорогою, говорят, э, даже имени не знали. Такое оскорбление и унижение. человеческие мнения было разные но там было давление сатаны и когда вы читать 21 псалом вы увидите он говорит тельцы окружили меня да это не просто кабанчики не просто бычки это духовные существа которые которых вел иисус христос но другие люди не видели до давление сатаны но к чему это привело к нашему иску нашему спасению искупления поэтому 21 солнце ты двух частей первая часть это страдание праведника а вторая часть это победа праведника он смотрит на воскресенье свое он смотрит на воскресенье и смотрят что придет момент и много будет приобретено через это страдание праведных благочестивых детей божьих непорочность иисуса христа выявилась в полноте откровением страдания отца через иисуса христа страдание за нас грешников рождалось что-то новое на кресте мы назовем любовь агаты да ибо так возлюбил бог мир что отдал до отдающая любовь жертвенная любовь это же не просто милосердная любовь и помните мы говорили о милосердии что милосердие отца так нужно нам но здесь больше здесь отдающие здесь отдающие не только идущие с нами рядом несущие нашу проблему помогающий нам нет но это что-то большее это отдающего себя когда дети мои болеют я думаю лучше бы я болел бы нежели больно я знаю как все лечиться они же не знают я знаю что на такие-то таблетки я знаю что нужно вот так парить ноги ясно они же не хотят и не только до лучшего не здоровые были я уже перенес бы все это вот страдающая любовь отдающая себя только я не могу себя дать отец отдал себе в сыне нак на голову сердце иисуса христа находилась пребывание отца и хотя с одной стороны было разделение с отцом боже мой боже мой для учета не оставил но это было разделение и в отце он почувствовал невероятное одиночество но в этом непорочном в этой борьбе до духовной борьбе родилось наше спасение пожалуйста путь его дает пример божьих деяний в нашей жизни да это является не только пророчеством не только предвосхищением того что совершилось на голгофе но это также является примером подражанием для нас это является примером деяния нашей жизни где-то пример для на для церкви для нас детей божьих те которые должны впитывать себя все больше и больше от этой отцовой нежной любви давайте мы посмотрим еще одну картинку посмотрите внимательно человеческие мнения сколько сегодня нас говорят но мы знаем что другой стороны стоит сатана но бывает иногда крайне мы думаем только сатане и забываем о людях и мы тогда воюем иногда с теми ветряными мельницами которые может быть и нету не всегда есть сатана но всегда окружают люди но иногда мы понимаем когда человеческие мнения на нас давят нам очень больно в духе больно это иногда бывает обида вот когда приходит обида знаете нас другой стороны давят не люди не это не сказали даже такое сказали может небольшой но мы так обиделись нас нельзя обидеть мы будем обидеться поэтому из мысли уже поражены духом люди являются только индикатором того что происходит в нашей жизни они вмешиваются нашу разно равномеренную жизнь чтобы выявилось выдавилось то что будет если у нас там непорочность то не выдавится не выдавится у церкви не будет она воевать не с миром не будет воевать она просто дьяволом она будет просто тою которая будет являть непорочность в отношении к духовному миру и миру общения с людьми потому что за войну за дьявола можно забыть о людях а войне за людьми мы можем забыть о враге душ человеческих духовном враге и вот тут часто бывают эти перекосы и в моей жизни это было но я говорю что когда я провожу душу под учительство я вспоминаю и об этой стороне и об этой стороне и я вижу ага вот там действие сатаны но ведь там тоже должно быть что-то стороны людей и выдавлено было вот это это было выдавлено потому что незримо бог присутствует в одной этой картинке как и на предыдущих но пример для церкви это непорочный пожалуйста потому что должна быть жизнь и вот пример кому с одной стороны религия на нас давит религия давит мнение людей какая из церквей правильная ни одна неправильная потому что мы не говорим о религии мы говорим с вами о жизни да люди были религиозны и его был религиозным жертву приносил но в этой религии раздался росточек есть религии которые без бесплодные и подобно ореху с него выходит росточек но для этого нужно чтобы она попала в землю чтобы корочка начала разрушаться а иначе если этот орех будет лежать на земле в конце концов здесь внутри погибнет струхнет поэтому через некоторое время религия опасно мы не можем ее избавиться как от родителей мы не можем избавиться от наследства мы должны почитать и уважать но мы должны знать что нужно однажды отлепиться должна пойти жизнь вот стороны мистика да вот этот мир демонов и весов как эта мистика она тоже нас иногда разрушает разрушает нам нужно как нет ни одному ни другому надо быть жизнь пожалуйста следующая картинка итак еще одна предпосылка вся книга является пророчеством предсказывающим природу боги деяния приготовления церкви ко второму пришествии иисуса христа разве это не чудесно что уже тогда усматривалась а для нас получение в таком плане чтобы мы уже могли готовиться второму пришествии не уже о первом пришествии иисуса христа она предсказывает природу божьих деяния приготовление церкви ко второму пришествии иисуса христа и еще одна картинка пожалуйста единство да единство вот природа приготовления пришествии иисуса христа единство бог хочет нас собрать в едином доколе все не придем единство веры мужа совершенного полноту возраста христова ведь где двое или трое парит господь я посреди вас сила единства двоих уже придут дает возможность присутствие иисуса христа а что же говорить когда будет целая община в единстве а что же будет когда целая конгрегация в единстве а что будет когда будет вся церковь на земле в единстве и по крайней мере рожденные свыше верующие произойдет выявление силы воскресения иисуса христа вот тогда ты действительно совершится наверное восхищение нам нужно выявить не с личности силу это только частичная сила это подобно как спичка которую мы выявили она загорелась и потухла да многие супер лидеры не пришли но не уйдут до от них останется что-то ну что останется только спаленные кусочки только остатки спички и не больше но когда мы вместе с вами вместе явим эту силу мы не сгорим нет это нас поднимет да тогда уже земля поднимется к нему потому что мы сегодня живем период когда бог собирает верующих в единое тело не только на словах об действиях и жизни по мере того когда здесь находится один представитель одной церкви а здесь другой между ними есть проблема на горизонтальном уровне проблема взаимоотношениях то больше то меньше кто кого перетянет то искуснее но когда мы будем иметь одного отца рожденные свыше люди разные конфессии общаясь с отцом становятся ближе друг к другу и все ближе 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 и встретились и удивились и ты так тоже понимаешь а я и не знал что кажется вы не рогатые но это мы говорим про двух встретившихся или мужа и жены или просто два человека которые имели разное понимание а если представляете это будет с разных сторон происходить какое-то чудо чудо единение характер книги ее предпосылка единство на небе отец хочет общаться с сыновьями и даже потом выслушивать такого непослушного упрямого жестокого но и на земле он хочет иметь это общение единстве он хочет чтобы друзья илова встретились и он при жертвоприношении и там будет отец небес и то же время печальная трагедия что родственники илова далеки находятся от этого живого общения и единства хотя внешне они хотят быть в единстве с его дала дару им дара но это механическая пожалуйста закон первого упоминания если писание упоминает о чем-то первый раз это имеет уникальное значение вот книга и она и уникальна в том что она первая записанная книга по крайней мере так многие говорят и в этом она имеет свою уникальность пожалуйста и так это дает основание для понимания в первую очередь слова или концепции во всем отдельном писании с позиции его первого откровения вот если мы поймем правильным смысл слов книги иова то это будет труба выражаясь помощью нам для понимания многого в библии и пожалуйста следующая картинка вот смотрите теперь другой другое начало божьего откровения через пяти книжек моисея бытие исход ли вид числа и второзаконие является толчком для того чтобы на те слова которые являются ключевыми в этой книге были записаны во всем ветхом завете во всем 15 не бытие дает толчок для написания ветхого завета не исход не книга левит даже не числа но второзаконие второзаконие является как бы местом с которого поднимается потом все писание поднимается чтобы было записан ветхий завет если вы знаете ключевые слова ветхого завета ну например память захар то он тогда понятно будет что это слово означает и дальнейшем тогда будет понятно даже и новозаветные термин когда христос все творите мое воспоминание этот закар будет опять звучать если там другое слово то мы понимаем что первую очередь это означает это слово и завершение сегодняшнего занятия давайте мы посмотрим еще на первичие закон первого упоминания имеет особенное значение для понимания книги его потому что есть основания полагать что это первая письменно зафиксированная книга библии и что это дает нам пожалуйста и хотя книги используется слова не используется слова любовь но по своему характеру эта книга первого послания любви по отношению всем страждущим и враждующим добавлю поэтому иногда когда мы читаем с любви там нами намного меньше любви нежели той любви которая звучит по другим словам и вот вам нужно будет узнать до следующего раза не вы на этот раз и следующего раза найти такое слово книги и его вы перечитаете может быть эту книгу за начала до конца и вы найдете это слово которое подкрепить подчеркивает именно откровение любви это слово будет иметь значение любви вот этой любви которые потом получат еще другие названия и известные нам уже уже в новом заветном пока это будет такое задание ну на будущее для вас духовного развития так мы подходим к с вами сегодня к завершению сегодня нам пришлось немножечко больше размышлять нежели в пикле как это было вчера но мы сделали вчера то что нужно было сделать мы должны были с вами преобразиться а сегодня мы должны были с вами немножечко поумнеть а что завтра ждет нас я думаю немножечко придется действовать завтра у нас будет наверное предпосылки для небольшого экзамена поподробнее и и был день когда наступил экзамен когда мне будет сказано указание давай экзамен когда там уже решили тогда я буду об этом молиться господи позволь мне сделать экзамен если кто-то ко мне присоединиться к этом в этом ночи тяну совершаются то свяжите на земле это будет связанную небе что разрешите на земле то вот решено на небе так что друзья мои все зависит от вас вас